Россия без грязи! Россия без грязи! В центре Новосибирска на площади Ленина собралось около тысячи человек. Почти у каждого в руках российский триколор. Но поводом для встречи оказался не праздник День России, а митинг против Мерлина Мэнсона, который в конце июня должен выступить в Новосибирске. Так уж совпало, что концерт заокеанского рокера выпал на День города. И уж что тут началось? Мэнсона изгоняли гармошкой. Молитвами и иконами. И, конечно, плакатами. Главные противники бледнолицого певца православные. У верующих с ним старые счеты. Мэнсон не раз рвал Библию на своих концертах. А одна из его песен называется «Антихрист. Суперзвезда». Кому-то, если он нравится, пусть приглашают его домой и друг перед другом показывают шоу. Мы не дадим сворачивать мозги нашей молодежи. Скандал набрал такие обороты, что даже новосибирские парламентарии экстренно включили в повестку дня необходимость запрета проведения концерта американской рок-звезды. Организаторы шоу успокаивают поклонников. Концерт Мэнсона все равно состоится. Не все депутаты и чиновники – ярые противники певца. У каждого свое мнение. Не все слушают Мэрина Мэнсона. Допустим, с министром культуры по граммам говорит, ты знаешь, теперь послушал его. Да, говорит, не поклонник, но тем не менее. Но я не понимаю, что там может быть такого странного. Сам же король гротеска и пота же похожи во всю покоя чемоданы, не собираясь отказываться от поездки в Россию. В подтверждение своих намерений Мэнсон зарегистрировался в социальной сети ВКонтакте и выложил обращение к новосибирским фанатам. Привет, Новосибирск. This is Vandal Manson. I'll see you at my show. June 29th. Be there.